Итак, уважаемые друзья, очередное видео, будьте внимательны, мы опять с вами встретились, обмен опытом. Здесь рассказываются очень интересные статьи, которые вам понравятся, я думаю, потому что я выбираю самые лучшие, качественные статьи для всех, кто знает пчелы, кто не знает, кто начинающий, и все они для пчеловодов. Итак, друзья, первая статья называется «О смене маток», 1955 год, журнал номер 7. Статья небольшая, я думаю, она вам понравится, я уже практиковал этот опыт и показывал видео, это подтверждает мой опыт, что если маточку вы заключаете в клеточку, то пчелы обязательно могут и должны закладывать маточники. Эти маточники могут быть как свищевые, так они могут заложить маточники тихой смены, так они могут заложить маточники на подставленной прививочной рамке. Это очень полезный вариант, не разрушая семью, когда матка находится в клеточке в течение 10 дней, эта семья вдобавок еще принесет вам меда, и вы выведете добавочно маточник, маточник столько, сколько вам надо, 5, 6, 10. Это очень полезный совет. Здесь немножко информация похожая на эту, которую я вам сейчас сказал. Сейчас прочитаю, это журнал 1955 года, отметьте, что уже прошло большое количество времени, вот, несколько десятилетий. Читаем о смене маток. У меня на пасеке в одной пчелиной семье надо было сменить матку. Выбрав двухлетний сот с однодневными яйцами, я вырезал в середине его отверстие 80 на 50 миллиметров. Крайние ряды ячейок с яйцами подрезал до половины ячейки, и через две на третью выпросил из них яйца. После этого заключил матку в клеточку, собрал гнездо и дал семье полный покой. Обращайте внимание, что сделал человек. Матку посадил в клеточку и сразу же дал яйца. Обратите, смотрите, эти яйца этот засел, смотрите, как он вырезал. Что случилось дальше? Вскоре пчелы отстроили четыре маточника, и как только вскормили маток и запечатали маточники, матку из клетки я выпустил. Она, по идее, должна была разгрызть, но она не разгрызла. А почему? Пчелы не дали ей разгрызть, по той причине, что матка захромала, ну, не физически захромала, она перестала сеять, она в клеточке находилась. Но пчелы считают, раз она перестала сеять, то этот процесс работает как тихая смена, они не дают разгрызть. На второй день матка начала откладывать яйца, ту, которую он выпустил, старая. Тогда три маточника я вырезал, оставив в семье один. На 16 сутки вышла молодая матка. В маточнике же осталось много корма, это говорило о хорошем уходе пчел за ней. То есть, как я уже говорил, можно поставить прививочную рамку, можно сделать как этот человек. Вы будете иметь успех вывода матки. Потому что я проверил, что они могут и прививочную принять, и перенести яйцо, сделать тихую смену. Ну, естественно, свечевые маточники там меньше корма, и матки хуже, ну, в смысле, по величине меньше выходят. Но качество этих маток тоже неплохое, в смысле, что они сеют хороший, нормальный, плотный расплод. Просто она по величине может быть немножко меньше. Молодая и старая матка жили вместе, не проявляя никакой вражды. Мирно жили обе матки, и после спаривания молодой. Но в начале сентября старая матка была выброшена пчелами на прилетную доску. То есть, пчелы выбрали одну из лучших, как говорится. А лучше это была новая молодая матка. Итак, друзья, вот такой вариант. Всего одна клеточка. Вы имеете возможность не обязательно обезматывать семью. Посадили матку в клеточку, и поставляете туда прививочную рамку, или подрезаете сотик, и у вас будут хорошие пчелы. Хорошие пчелы с хорошими матками. Так, друзья, еще одну статейку читаю вам. Опять же, о смене маток. И очень интересная статейка о роях, как говорится. Я немножко добавлю на эту тему, потому что я имел подобные опыты. Но хочу прочитать сначала эту статейку. О подрезке крыльев матка. Естественно, роение усложняет уход за пчелами. Поэтому я стараюсь не допускать его всеми известными из литературы способами. Это 1955 год, номер 10 журнал. Я заметил, что случайный рой, летая над пасекой, может раевым гулом возбудить к роению пчел других семей. В результате, часть пчелиных семей обязательно заложат маточники. Рой по выходе из улья обыкновенно садится на ветку, дерево или на привой вблизи пасеки. Но бывает и нарушение этого правила, что мне пришлось наблюдать. Чтобы в дальнейшем не допускать ухода раев, я начал применять подрезку крыльев матка. Один год подрезаю левое крыло, на другой год правое. Делаю я это обыкновенно весной, так как в это время матку легко найти. Подрезка крыльев – дело несложное. Найдя матку на соте, я беру ее пальцами правой руки за крылышки и передаю в левую, держа за ножки. Затем маленькими ножницами несколько, на эскость чуть-чуть подрезаю нужное крыло. Отрезать много не следует, так как это делает матку дефектной. Подрезка крыльев матки гарантирует пасеку от ухода раев. Работая пчеловодом на Орсовской пасеке в 30 километрах от города Новороссийска, первое время я мог бывать на пасеке только наездами через 5-6 дней. Опасаясь, что в мое отсутствие раи улетят, я подрезал крылья всем маткам. Годы рождения их мне были неизвестны. В июне некоторые семьи начали закладывать маточники. Получив сведения, что пчелы роятся, а раи уходят, директор завода предложил мне поехать с ним и агрономом хозяйства, чтобы проверить эти сведения на месте. Поднимаясь к пасеке, расположенной террасами по склону горы, я заметил под донями ульев два роя, очевидно нашедших матку на земле и расположившись здесь для устройства гнезда. Тут же на наших глазах из улья вылетел рой. Матка из этого роя при попытке взлета упала на землю около улья. Я подобрал ее, посадил под колпачок и положил на прилетную доску. Пчелы роя вскоре после этого начали возвращаться в свой улья. Так я подтвердил на практике пользу от подрезания крыльев матка. Итак, друзья, вот такая статья о подрезке крыльев. Она не до конца информация здесь, я хочу добавить конечные результаты. Я пробовал подрезать маткам крылья и в других источниках я прочитывал, что это не совсем точная информация. Иногда рой может собраться, а иногда рой просто убивает упавшую матку и возвращается назад в улья. И они ждут, пока выйдет матка из нового маточника. И тогда рой-первак получается на молодой матке, и они улетают. Итак, друзья, значит, это годится, если вы постоянно находитесь на пасеке и смотрите. Этот вариант имеет такое, так сказать, если матка не может лететь, челы всегда возвращаются назад и не улетают. Делал я еще такой вариант. Ставил разделительную решетку под низ, под корпус. Ставлю разделительную решетку, а потом ставлю корпус сверху. И в итоге матка старая не может выйти. Пчелы ее тоже убивают и ждут, пока выйдет новая матка. Скажу, в чем проблемы, когда семья настроилась на раяние. Чтобы все знали, в чем заключается проблема. Семья, которая настроилась на раяние, первые две недели она прекращает работать. Все сидят, мед не носят. И если она не смогла уйти на раяние, хоть там взяток, хоть не взяток, матку они убивают, ждут, пока выйдут следующие матки. И пока выйдут следующие матки, им надо дней пять, чтобы он еще обсыл. И еще неделю, и того три недели, ваша семья, которая настроилась на раяние, она не будет работать. Если вы ей не дали отроиться, эта семья и дальше маткой, даже если сохранились там за разделительной решеткой, то эта семья практически потеряла месяц работы. Она не принесла меда, они хоть и сохранились, но они в разносе, они не работают, они сидят, они под вопросом и думают, что же случилось, почему мы не можем отроиться. То есть эти методы вы должны взять во внимание, что они дают положительные достоинства этих методов и отрицательные, то что семья не работает до четырех недель, как говорится, две недели до раяния и две недели после раяния, пока у них не настроится, не сменится настроение. Итак, друзья, значит подрезать крылья матка можно, даже может произойти тихая смена, если вы подрезали крылья матка. Итак, что еще хочу вам сказать. Последняя статейка, маленькая, небольшая, обмен опытом. Эта статейка в журнале пчеловодства номер 11, 1954 года опубликована заметка одного человека по фамилии Бабич о случаях гибели маток от беспокойства пчелиных семей. В свою очередь могу сообщить, что я в своей практике также наблюдал два случая гибели маток от беспокойства. В январе 1953 года мне пришлось перевозить на салазках, саночки небольшие, три пчелиные семьи на расстоянии 8 километров. При перевозке были приняты меры предосторожности против тряски. Улья я поставил на толстый слой сена, между ними положил стеганые ватники, вез улья по ровной дороге, без толчков и значительных сотрясений. И все же пчелы сильно беспокоились и повысили в гнездах температуру. Много пчел появилось на прилетных досках и передних стенках ульев. Итак, друзья, обратите внимание, что при повышении температуры, то есть при тряске пчел повышается температура. Я в одном видео говорил. При постановке в зимовник одна семья успокоилась через 8 часов, две другие шумели в течение двух суток и беспокойно вели себя до самой выставки. При весеннем осмотре оказалось, что в первой семье матка была со щипанными крыльями, а в двух семьях матки отсутствовали. Во втором случае при постановке ульев в зимовник в октябре 1954 года, один из них нечаянно стукнули о дверной косяк. Эта семья шумела в зимовнике больше суток. Пришлось взять ее в теплое помещение и осмотреть гнездо. При осмотре молодая матка, рожденная 1954 года, была найдена на дне улья мертвой со щипанными крыльями. Итак, друзья, обратите внимание, тут не совсем полная информация. Пчелы стояли до этого при перевозке в зимовнике, потом их вывезли на улицу, там был мороз, видать, снег развезли. И опять в зимовнике одна температура, на улице другая температура. Я переставлял пчел зимой, когда они стояли на улице. Если на улице переставляешь пчел и перевозишь, то проблем практически нет. Если с зимовника на улицу и сразу перевозишь, то у них повышается температура, потому что смена температуры. В зимовнике плюсовая температура, на улице какая температура? Морозная. Что пчелам остается делать, чтобы не замерзнуть? Им остается повышать температуру. Поэтому, если кто-то хочет перевезти пчел из зимовника, сразу не перевозите. Выставьте на улицу, пусть они сделают там аккуратненько. Выставьте на улицу те семи, которые хотите перевезти, когда будет мороз, зимой. Вы хотите перевезти их или куда-то поставить на другое место, чтобы они приняли ту температуру, защитную температуру, которая им нужна для мороза. И потом вы можете спокойно перевезти их по морозу. А если сразу же он вытащил их, поставил и перевез, то это будет проблема, что каждый человек, который выходит на мороз, он старается согреться, он прыгает, он крутится, вертится, работает, чтобы температура тела поднялась. Если не будет подниматься температура тела, человек замерзнет. Точно так и пчелы реагируют на мороз. Итак, друзья, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших советов, ответов, вопросов. Все, что у вас есть, наболевшее, можете задавать. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok